Здравствуйте! В студии Анна Туполева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях экономики Донского региона. Итак, сегодня в программе. Российским предприятием отечественное оборудование в Азове создан современный станкостроительный кластер. Почти полтора миллиарда рублей составил профицит областного бюджета. Глава региона утвердил отчет о его исполнении за 9 месяцев текущего года. Большой инновационный потенциал малых российских городов. Итоги визита на Дон специалистов российской венчурной компании. Ренессанс станкостроения и новые рабочие места для жителей области. В Азове на площадке, которая уже более полувека, появился уникальный современный кластер. Идея его создания появилась еще в 2012 году. Это совместный проект правительства области с чешскими компаниями. Во что воплотилась задумка, расскажет Валентин Назаренко. На этом Азовском заводе трудится около 100 человек. Первый набор сотрудников начался два года назад. Многие из молодых людей раньше работали техниками в салонах сотовой связи. А после обучения в Чехии научились собирать такое сложнейшее оборудование. Инженер-технолог Андрей Петросян говорит, за два года цех кардинально преобразился. После масштабной реконструкции появились новые усовершенствованные станки. Это многофункциональный станок с ЧПУ, токарный. У него револьверная приводная головка. Главное, конечно, у него преимущество – это совместное производство сборочное России и Чехии. Эти станки уже можно считать наполовину русскими. Пакет соглашения о создании регионального кластера машиностроительных технологий в Донском регионе был подписан в марте 2013 года. С момента подписания его резидентами стали крупнейшие российские и чешские заводы. Чуть позже, в сентябре, на экономическом форуме в Сочи региональное правительство и Внешэкономбанк заключили соглашение о поддержке этого масштабного проекта. Подрезать свой кусочек красный ряда. И, внимание! Открытие нового станкостроительного предприятия, его площадь несколько тысяч квадратных метров – значимое событие в стране за последние десятилетия. Кластер будет обеспечивать оборудованием основные отрасли промышленности – автомобильную, авиационную, энергетическую, судостроительную, инструментальную и другие. Мы планировали постепенно набирать темп. А состояние сейчас предпринимательства и машиностроения в Российской Федерации заставляет нас быть более быстрыми. На производстве станков полного цикла будет работать около 300 сотрудников. Только на современном сборочном производстве смогут трудиться 60 человек при средней заработной плате 40 тысяч рублей. Совершенно очевидно, что это иное качество рабочих мест, иное качество индустрии в принципе. Вы можете потратить 5-7 минут выйти за территорию корпуса, оглянуться вокруг и увидеть, что я имею в виду. На предприятии рассчитывают, что выпускаемое высокотехнологическое оборудование будет востребовано на внешнем и внутреннем рынке машиностроительного комплекса. Это позволит укрепить экспортные позиции Донского региона. Это действительно для общения со всех сторон очень актуально. И то, что здесь на этой площадке сегодня открывается, особенно актуально в тот период, когда идет масштабная модернизация вывести всех промышленных предприятий России. Общий объем инвестиций в проект больше 2 миллиардов рублей. Ожидается, что после выхода на проектную мощность продажи превысят три сотни станков в год. Большую часть из них будут производить в Азове. Кроме того, до 2015 года планируется создать семь пролетов мехобработки и два сборочных цеха. Валентина Назаренко, Иван Черкасов. Главное. Бизнес. Доходы превысили расходы. Профицит Донской казны превысил 1 миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина. По данным ведомства, за 9 месяцев 2013-го доходы областного бюджета составили 87,5 миллиардов рублей. И расходы чуть более 86 миллиардов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил порядка 6%. В основном это обусловлено увеличением поступлений по налогу на доходы физлиц более чем на миллиард рублей и акцизом по подакцизным товарам. Основная часть расходов Донской казны была направлена на финансирование отраслей социальной сферы. Другие новости экономики Ростовской области. Коротко в информационном дайджесте. Рост цен на куриные яйца в Ростовской области признан обоснованным. Антимонопольная служба огласила результаты проверки после резкого скачка стоимости продукции. Как показал анализ, птицефабрики подняли отпускные цены на яйца в связи с увеличением тарифов на электричество и стоимости кормов. Напомним, средняя розничная цена на яйца в магазинах Ростовской области в течение октября и ноября поднялась выше 50 рублей за десяток. При этом торговые сети свою наценку не меняли. В Ростове появится итальянский визовый центр. Как сообщает и Тартас, Россия и Италия пришли к соглашению об упрощении визового режима и проведении перекрестного года туризма. В связи с этим в ближайшие месяцы запланировано открытие дополнительных визовых центров в Донской столице, Волгограде, Воронеже, Ульяновске, Иркутске, Томске и Владивостоке. Кроме того, со следующего года туристам упростят процедуру получения разрешения на въезд в Италию. Для детей до 12 лет, журналистов и участников отдельных культурных акций визы станут бесплатными. Арбитражный суд запретил ростовскому аэропорту увеличивать уставной капитал. Как сообщает Интерфакс, решение было принято по заявлению акционеров физлиц. Заявители считают необходимым предотвратить действия, результатом которых станет невозможность исполнения судебного решения в части выплаты дивидендов. 6 ноября ростовский арбитраж признал недействительным решение годового собрания 28 июня и обязал ростовский аэропорт выплатить дивиденды в размере 10% от чистой прибыли общества за 2012 год. Целью увеличения уставного капитала, по мнению заявителей, является преднамеренное введение общества в убытки по результатам финансового 2013 года и преднамеренное введение его в состояние банкротства. Венчурные инвестиции и структура поддержки высокотехнологичного бизнеса – об этом шла речь на специальном семинаре в Волгодонске. Его организаторами выступила российская венчурная компания и областная торгово-промышленная палата. Подробности далее в программе. Цикл семинаров по проблемам развития инновационной деятельности в муниципалитетах региона организован в рамках трехстороннего соглашения между торгово-промышленными палатами региона и России и Донским правительством. Главная цель этих круглых столов – практические рекомендации по развитию высокотехнологического предпринимательства. Это действительно вызвало неподдельный интерес у участников семинара. Прежде всего, это были руководители инновационных предприятий, и не только инновационных, но и предприятий промышленности, оказывающих производственные услуги в различных сферах деятельности. И разговор получился откровенный, живой и с выходом на определенные предложения. Речь идет о создании максимально удобного формата взаимодействия малых инновационных фирм и крупных компаний. Пока им трудно найти друг друга. А ведь научно-технические инновационные разработки помогут оптимизировать затраты практически любой компании. Потенциал производственный научно-технический в Волгодонске достаточно значительный. И он ориентирован прежде всего на реальный сектор экономики. И это фактор, который является конкурентным преимуществом для Волгодонска. Его только нужно правильно использовать. И прежде всего с привлечением внешних ресурсов как регионального, так и федерального уровня. При этом речь идет не только о финансовой поддержке новаторской деятельности. Нужна помощь и институтов развития. Один из них – российская венчурная компания. Однако эта структура не дает путевку в жизнь стартапам. Ее задача – увеличить прибыль уже работающего инновационного бизнеса. Компании должны проходить в стадию от идеи, НИРа, ОКРа, выходить уже на рост, на развитие, стадию развития, выпуска продукции на рынок, когда у компании появляется выручка, появляется EBITDA. То есть тем самым компания проходит разные стадии роста и становится полноценным бизнесом. И ее стоимость кратно увеличивается. Такие компании с фундаментальными конкурентными преимуществами, технологические компании, они интересны для инвесторов. Хороших проектов мало, уникальный идей – вообще штучный товар. И потому сейчас российская венчурная компания уделяет особое внимание региональной инфраструктуре. Ростовской области тоже нужна новая площадка. Над ее созданием сейчас и работают специалисты ТПП, РВК, РСПП и правительство региона. Мария Индрикова, Сергей Зайцев. Главное. Бизнес. И на этом наш выпуск завершен. До встречи на нашем канале завтра в это же время. Главное – оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин